Услуги, которых нам не хватает. Если вы не знаете, какую одежду вам сегодня надеть, чтобы вам не было слишком холодно или слишком жарко, то услуга тестировщика одежды вам точно будет полезна. Ну, в общем, ветровки жарковаты, если честно, да, немножечко. Вот сегодня идите в этой рубашке. Он может на себе испытать не только температурные качества, но и практическую пригодность. Так, ну, если ты не пишешь рэп и не собираешься умереть до 27, то, наверное, это не для тебя. Три правила бесплатной раздатки. Носим ее на мероприятии, носим ее дома, и если выходим в город, то не забываем придумать себе алиби. Так, ну, это не такая старая джинсовая куртка, которая... О, старая джинсовая куртка. Это такая старая джинсовая куртка, которая... Фу, старая джинсовая куртка. Сейчас четверг. А это... А, это же чемпионат просто осталось, не обращать внимания. Нет, я про кроссовки. Я еще одну неделю вам давал. А, кроссовки. Кроссовки, да-да. Ну, их еще недельку-две поносить бы по-хорошенькому. Проверить все так вот основательно. Ну, слушайте, они новые, как бы я еще планировал. Слушай, вот вы врачу говорите, как ему работать. Вот можно, пожалуйста, без этого? Если понадобится, буду и месяц носить. Это в ваших интересах. С каждым бывало так, что ты болтаешь с человеком и не помнишь, как его зовут. Причем это уже шестой с ним разговор, и чем дальше это заходит, тем переспрашивать становится все более неловко. Воспользуйтесь услугой имя узнавателя. В общем, Кирилл, по-любому надо встретиться, раз такое дело, сам понимаешь. Сеега? Илья? Он Илья. Илюха. Ах, ты подпишешься? Эта задача потяжелее. Ни слова больше. Семен Сергеевич? Нет. Сергей Семенович? Нет. Семен Семенович? Нет. Да как так-то, а? Ну, вы не говорили про две одинаковые буквы? Тут, как бы, не знаю, в ТЗ такие вещи надо прописывать. Если вашим родителям не нравится ваш парень, то услуга аренды плохого парня вам очень пригодится. Мам, пап, привет! Знакомитесь? Это Раниль. Близкий называет меня фаерстартер. Что вам предложить покушать? Я ем только то, что приготовлено на огне, и пью только то, что горит. Где вы работаете? А я не работаю, я плыву по течению, как свободный волк. Доступно несколько вариантов. Я хочу от тебя как можно больше детей, чтобы снимать как можно больше утренников. Безусловно, приходите к нам на выставку, там нас художник пересчитывает песчинки в мешке, ага, под монеточку, естественно. Ха-ха-ха! Хо-хо-хо! У-хо-хо! Э-ее-ее, смешно! Плохой парень сделает так, что на его фоне любой будет смотреться лучше. Когда ты накосячил? Всегда стрёмно, если в этой ситуации ты один. Услуга по аренде принимателя вины поможет избежать лёгкой неловкости. Извините, я опоздал? Я тоже опоздал. И не только лишь он, ленивый бесхребетный мужик, который не может оторвать своё тело от постели по утру. Но еще и я. Делите презрение между нами. Попало. Слушай, было мало времени, чтобы выбирать подарки. Все, что я купил. Бинокль. Она любит ходить в театры. Мусульманский календарь. Она татарка. Я подумал, что... Слушай, я тебе не за это деньги плачу. Ладно. С днем рождения! Это тебе! Он придумал себе подарки. Это будет стоить тебе дороже. Ладно, хорошо. Так это... Мы же вдвоем были, помнишь? Мы вдвоем приходили. Тут нет. Сам. А если перевернуть? Ты неправильно смотрела? А, так тоже две. Ага. Если вас застало экстренное желание сделать что-то, что на публике делать неприлично, то воспользуйтесь услугами персонального отвлекателя внимания. Это человек, который рядом с вами будет делать вещи хуже, чем те, которые делаете вы Слушай, что-то брюкс подавит, нужно ремень поправить Да не вопрос, сейчас выручил Так, либо смотрим, либо проходим Давайте тут не толпимся Продолжение следует...